Ипотерапия, окно в интернет, планета толерантность. Какие еще некоммерческие проекты получили поддержку в Шушенском районе? Те проекты, которые предлагают наши некоммерческие организации, они действительно новы, они действительно востребованы. И вот сегодняшний конкурс яркое тому подтверждение. Снова в путь. Известный путешественник из Атчинска Виктор Сибирин отправился в дорогу. На этот раз он планирует доехать на инвалидной коляске до Байкала. Он сложный, он тяжелый. Другая подготовка к коляске была, столько вещей немеряное количество. Яркие для гостей и волнующие для участников в Держинском районе прошли соревнования по конному спорту. Конечно, рад. Сейчас вот пойду кормить ее дома буду, поедете, гладите. Яхта, парус и ровная гладь воды. Направлять легкое судно по ветру на озере Большой учится Ребетня. Это единственный детский сельский клуб в крае. Его создали всего 4 года назад, а он уже стал центром развития парусного спорта в регионе. Здесь проходят чемпионаты среди юных яхтсменов. Любят у озера прогуливаться и местные жители. Прибрежную зону благоустроили. Изюминка стал 12-метровый кованый мост. Теперь это главное место свидания влюбленных пар. Крупная живая рыба тоже плещется на озере Большой. Форель, карпа, сетр. За год в местном хозяйстве выращивают около 150 тонн. Садковые линии показали губернатору. Он отметил, что объемы нужно наращивать. Для этого на предприятии планируют реконструкцию. Комплексное благоустройство ждет и само озеро. Самое известное в Шариповском районе. Для того, чтобы туристы могли здесь отдыхать цивилизованно, будет сделано все возможное. Кольскор – это действительно жемчужина Красноярского края. Полагаю, что в ближайший месяц, максимум два, необходимо нам вместе и с руководством района, и нашими краевыми руководителями предусмотреть здесь программу комплексного обустройства этого замечательного места, рассчитанную максимум на два года. Побывал глава региона и в Ачинском районе, в поселке Горный, в рамках нацпроекта образования, 1 сентября откроется Центр «Точка роста-2021». Там дети смогут учиться по современным информационным технологиям. Этот проект направлен на развитие сельских школ и школ и малых городов. Для того, чтобы оснастить вот таким оборудованием, это цифровые лаборатории, это новое, более современное практическое оборудование для уроков биологии, химии и физики, которое позволит ребенку получать качественное образование наравне с городскими. Это вторая по численности школа в районе. Каждый год среди выпускников немало сдавших экзамен на максимальный балл. Осмотрел губернатор и единственный детский сад поселка Малиновка, который недавно отремонтировали. В социокультурном комплексе «Речной» на базе ресурсного центра прошел конкурс муниципальных услуг среди социально ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района. Он стал традиционным летним мероприятием, на котором решается вопрос о субсидировании проектов. Уже на протяжении четырех лет эта программа показывает свою эффективность, потому что те проекты, которые предлагают наши некоммерческие организации, они действительно новы, они действительно востребованы. И вот сегодняшний конкурс яркое тому подтверждение. В этом году в оценочную комиссию представлены четыре проекта. Автономная некоммерческая организация «Семейный центр адаптивной и развивающей верховой езды Эквитерра» никогда не упускает возможности участия и в конкурсах, поддержанных фондом президентских грантов и субсидируемых на местном уровне. На этот раз ее представители выступили с идеей организации инклюзивных занятий верховой ездой в конном клубе, где будут совместно заниматься дети с особенностями здоровья и без. Помимо всего прочего, конечно, хочется, чтобы повышалась зрелищность у спортивных предприятий, чтобы повышался охват, чтобы это было каким-то очень интересным, знакомым событием. Это вовлечение не только, ну скажем, вовлечение не только жителей самого Жушуства, но и гостей нашего района объединить, скажем так, хотя бы районы юга Красноярского края. Мы знаем, что там направление ипотерапии развивается, хотели бы стать таким центром, где бы мы объединили коллег, ну и вообще всех сочувствующих. На конкурс заявилась новая некоммерческая организация села Сизая «Энергия Саян». Без компьютера в наше время не обойтись даже пенсионеру, считают авторы проекта «Окно в интернет». Общение в социальных сетях, умение пользоваться порталом госуслуги, находить любую информацию необходимо не только работающим гражданам и школьникам, но и дедушкам и бабушкам, для которых предлагается открыть школу компьютерной грамотности на базе местного Дома культуры. В свою очередь ветераны-пенсионеры войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Шушенского района представили свой проект по поисковой работе «Мест захоронения участников Великой Отечественной войны с дальнейшим благоустройством могил». К участию в проекте «Мы помним ваши имена» пригласили добровольцев, ребят из детского дома и участников районного объединения «Дети войны». Красноярская региональная общественная организация «Наследие Сибири» представила программу мероприятий, которые будут реализованы на праздновании Дня многонациональной Сибири. За большим круглым столом предлагается обсудить злободневный межнациональный вопрос с участием экспертов, представителей национальных общественных организаций и диаспор юга Красноярского края. Создание медиаресурса «Планета Толерантность» будет способствовать по замыслу авторов единению народов Сибири, сохранению памяти о национальных героях нашего региона. Все проекты получили запрашиваемые суммы. Я готова озвучить результаты. «Наследие Сибири» 100 тысяч, «Ветераны» 24-420, «Эквитера» 97-550 и «Энергия Саян» 98-903 рубля. В Красноярск поступило почти 11 тысяч доз спутника ВИА от COVID-19. Вакцина распределена между лечебными учреждениями города и края, включая вне больничные пункты. На 21 июля двумя компонентами привито почти 390 тысяч жителей Красноярского края. Чтобы записаться на вакцинацию, можно обратиться по телефону или лично в регистратуру поликлиники. Также записаться можно через личный кабинет на портале веб-регистратура, либо через личный кабинет на портале госуслуги. А вот предварительной записи во вне больничные пункты не требуется. Здесь прививку можно поставить в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт из НИЛС. В Енисейском районе автомобилисты сделали забавные кадры медведя. Косолапый спокойно расхаживал по бетонным ограждениям всего паре метров от машины, а затем уселся как будто отдохнуть. Это видео из Норильска. Хищник сначала долго бежит перед автомобилем, а затем скрывается из вида. Дни там через 30-40 приду, ладно? Хорошо. Давай. Все, поехал? Ну, поехал. Давай, пока. Давай, счастливого пути тебе. Солнечные дни и без дождей, чтобы спокойно все было. Мы за тебя кулаки держим. Все, давай, пока. Спасибо. С напутствия мамы начинает свое путешествие спортсмен-колясочник Виктор Сибирин. Испытание для себя он выбрал не слабое. На коляске Виктор решил добраться до Байкала. Получается 1418 километров. Это ровно столько, сколько шла вторая отечественная война. Хотя в том году, как бы, ну, в том году пандемия была жуткая. Поэтому надо, хочешь, надо доделывать, что хочешь. Он сложный, он тяжелый. Тут другая подготовка к коляске была совсем, столько вещей немеряное количество. Путь не близкий, поэтому и багаж большой. 25 килограммов. Все с собой. Палатка, попить, поесть, вот здесь поесть, цельный короб. Тут вещи. Все новенькое, поставлено. Подшипники новые, колеса новые. Все натянуто. Ребята помогли, натянули эти самые спицы. Все готово. Все готово. Такие путешествия для Виктора не в новинку. Последнее серьезное испытание, которое спортсмен для себя выбрал, был марш-бросок до Абакана в 2019 году. Почему Хакасия? Тепло там. Здесь что-нибудь. Ну и озера там. Жарковато. Слушай, за сколько хочешь проехать? Ну, планирую дней за 8. Еще за плечами Виктора поездки в Назарово, Боготол, Зеленцы и Красноярск. Самые важные моменты в таких путешествиях, считает Виктор, это подготовка и настрой. Постоянно. Ты же постоянно находишься в движении, постоянно готовишься к этому. И физические, и моральные, психологические штуки такие разные. Ты же один. То есть можно сесть там и слюни пускать, а можно двигаться. Так же интереснее, наверное. Мне так кажется. Добраться до Байкала Виктор планирует за 40 дней. Обратный путь на поезде. Спортсмен говорит, будь больше времени и обратно на коляске бы отправился. В мечтах у Сибирина еще воежда Крыма. Но для этого нужен специальный велосипед. А пока путешествия поближе. Минувшие выходные для жителей и гостей села Держинского прошли по-особенному. Кажется, целая сотня людей прибыла на открытую территорию для того, чтобы лицезреть одно из самых захватывающих мероприятий – соревнований по конному спорту. Люди, расположившись возле беговой дорожки, с восторгом наблюдали за животными. А вдоль проходящей трассы стояли десятки машин. Событие вызвало особый интерес. Мероприятие проходит уже четвертый раз, но впервые в Держинском. Отметим, что совсем недавно здесь была построена трасса для скачек. Отсюда и название – Держинское кольцо. К сожалению, в связи с погодными условиями пришлось перенести. На сегодня вроде бы погода шепчет, дай бог мы нормально все и завершим данное мероприятие. Самое главное, что и участникам, и зрителям, потому что проводим мы прежде всего для людей. Соревнования объединили гостей из нескольких районов края. Помощь в проведении мероприятий оказал Красноярский ипподром. Ну, во-первых, соревнования, они везде соревнования. И мы работаем по правилам Российской Федерации. То есть разницы между судейством именно на Красноярском, Емельяновском, не знаю, там, Московском ипподроме или, допустим, на соревнованиях таких бегов, которые проходят в районе, совершенно нет. Перед тем, как нам сегодня начать программу, проведены были инструктажи по технике безопасности, проведены были инструктажи по участникам, как нужно выступать, как ехать и что нужно сделать. То есть им были всем предложены шлемы, каски, номера. То есть ничего практически, никакой такой большой разницы между, допустим, профессиональными или вот такими соревнованиями, ее существенной разницы нет. Скачки получились яркими для гостей и волнительными для самих участников. Дождь слегка подпортил трассу, но серьезно это не помешало. Победители определили в нескольких забегах по разным категориям, но главный приз по итогам соревнований достался лошади Черники. Ее хозяину, кроме денежной премии и медали, вручили главный кубок. Эмоции переполняли не только победителя, но и его родных. Я лошадьми занимаюсь почти всю жизнь, только не такими простыми. А с этой я четыре года только. Ну, хорошая как была. Мне интересно, я на пенсии езжу. Рады победе? О, ну а кто не рад? Любой человек будет рад. Конечно, рад. Сейчас вот пойду кормить ее дома буду, поедете, гладите. Как показывает практика, главное для наездника – любить и уметь найти гармонию со своей подопечной. А главное достоинство лошади – это выносливость и умение идти только вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!